Приветтосс Амиго с патчем 0.14 Warmered Warfare завезли колесницу на Птурах М1134-8TGM. Наверное, когда ее называли, наугад клацали все подряд кнопки на клавиатуре. К слову, Птуры на данный момент, наверное, самая ненавидимая всеми вещь в игре. Ну, кто из нас, играя на ОБТ, не получал Птур на косарик от какой-нибудь БМДшки, который немедленно приводит к пожару в заднице? Разработчик от проблем не знает, разработчик над проблемой работает. Поэтому в игру и завезли эту лохань с Птурами, чтобы концентрация Птуров на седьмом левеле возросла еще больше. Мне эта машина не понравилась не то, что с первого взгляда, а сразу, как только я о ней услышал, потому что не являюсь фанатом такого геймплея, что сидят игроки, как псы вареные с отвисшей губой в кустах и в весь бой сидят и ждут, когда же кто-нибудь к ним приедет, чтобы они ему Птуров накидали. Машина крайне заметная. Ее пересветит не то, что любая ББМ, даже БМДшки ее пересветят скорее. То есть они вас увидят и выстрелят, а вы их нет. Нет. Прорвавшийся сквозь нестройные ряды обороны вашей команды Визелек станет последним, что вы увидите в бою. Дальше вы будете смотреть только, как играют другие, ну либо сразу пойдете в ангар. Каждый Птур в стоке наносит 540 дамага. Снаряд ИТшки этого же уровня наносит примерно столько же, только скорострельность у них в два раза выше. Единственный плюс данных Птуров это их скорость. Они летают 300 метров в секунду. Обычно Птуры летают в этой игре 200. Снаряд, выпущенный из ИТшки, напоминаю, летает со скоростью 1200. Сами Птуры очень офигенные. Они имеют тандемную боевую часть, что позволяет вам пробивать динамическую защиту и аж 940 мм пробоя. Нассал бы вам в уши какой-нибудь другой вододел. Но я скажу, что это вообще нихуя не значит, что этими Птурами вы будете, блять, стрелять туда же, куда вы стреляете каким-нибудь танком. В нижний лист 80-ки, в люк мехвода всем остальным, ну и в люк на башне какому-нибудь Челюку. Всё. Мне вообще кажется, что в АВ, даже если написать Птуру пробитие километр, он всё равно в верхний лист даже 80-ку не пробьёт. Ну, не пробьёт и, слава богу, надеюсь, что и взрывы от ракет никогда не реализуют, чтобы они оборудование не ломали, даже в том случае, если не пробили. Далее, небольшая аномалия. 127-мм Птур этой машинки наносит 540 дамага. Зато 100-мм Птур БМД-4 наносит 719 дамага. Вот такая метамарафоза, калибр. Меньше дамаг больше. Ну, то есть, советская техника по-прежнему в игре владеет монополией на дамаг. Ещё о геймплее на этой тачке могу сказать следующее. Она очень зависит от карты. На какую карту вы на ней попадёте, так вы и сыграете. Если карта удобная для игры со второй, третьей, пятой линии, тогда будет нормалец. Если неудобно, тогда нет. Высовываться из-за спин танков, да, и пытаться что-то накидать, не прокатит. Как только её видят, по ней сразу начинают стрелять, а высовываться вам придётся ещё как. Помимо этого, машина крайне зависима от команды. Сама светить она не может. Сама танковать она не может. Она вообще ничего сама не может. Эта машина чисто поддержки. Поэтому, если в вашей команде нет светляков, либо есть, но это ДЦПшник на Птурах очередной, тогда всё плохо. В бою, скорее всего, вам делать будет нечего. Ну, разве что, когда уже вас будут добивать, вы, может, с базы чего-нибудь там поднакинете перед смертью. Конечно, есть вариант принудить к игре во взводе какого-нибудь клана у вас. Светляка. Но, сомневаясь, что светляку играть во взводе с этим унылым говном будет так уж сильно хотеться. Машина имеет требования не только к терпению и слаженной командной игре, но и к скиллу. Простым крестьянам её вообще лучше не покупать. Хотя бы уже потому, что задача премиум техники – это привозить вам бабло. Данная машинка стреляет исключительно по чужим разведданным, поэтому серьёзные суммы денег в своём кармане вы начнёте обнаруживать, только если будете накидывать по 5 косоньких дамага за бой. А рядовой Алёша 5000 за бой никогда не накидает на этом корыте. Некоторые птуры имеют привычку растворяться в воздухе по пути от вашей пусковой остановки до цели. Ну, видимо, стираются об воздух. Из-за высокого содержания кислорода в разряженной атмосфере Хрен знает, что сейчас сказал. Стоит данная игрушка чуть больше косаря рубасов. Мой вердикт – покупать данный аппарат стоит только если вы любитель какого-то экзотического геймплея, либо вы просто на тупую коллекционер. Если же ваша цель – вывозить из боя бабло, то купите лучше премиумный визель по акции, пока его вообще продают. И тогда за разведданные будете платить уже не вы, а вам. К тому же автопушка намного надежнее птуров, которые то наносят неполный дамаг, то вообще никакого дамага не наносят, то, как я уже сказал, растворяются где-то в воздухе. Короче, покупать не советую, да и сам приобретать ее я не буду, потому что сегодня ты покупаешь эту тачку на птурах, завтра ты ставишь птуры на свой ВБЛ, а потом оп, и ты уже вместе со своим бойфрендом размахиваешь плакатом возле мэрии с требованиями разрешить вам узаконить ваши отношения. Короче говоря, М11-24 АТГМ – это дорого, это неприбывно, и это чертовски скучно. Я даже не стал геймплей свой полностью выкладывать, настолько скучно, на мой взгляд, он получился. В то время как, купив Визель, вы получите чрезвычайно бодрый и эффективный геймплей, играть на нем не скучно, вам он надоест нескоро, денег он будет вам привозить, несмотря на свои скромные размеры, буквально с самосвалами. Единственное «но» – существует опасность того, что Визели сейчас заполонят рандом, именно премиумные, и их в итоге порежут, дабы неповадно было. Так что покупки вы делаете исключительно на свой страх и риск. На этом, в общем-то, все. Че-нибудь жмите, че-нибудь пишите, и все такое. КОНЕЦ